И ты не замечаешь этого сам, ну приходится потом вычищать, работать, делать. Ну у нас месяц точно нужно смотреть. Потом там есть еще всякие слова, которые входят в обиход, популярные. Они популярны в общей речи, но их нельзя, допустим, употреблять. Никаких не употребляешь, учишься, смотришь, что-то говоришь неправильно, отслушиваешь свой собственный эфир для того, чтобы произвести какую-то работу на вашем клиенте. Я молодой, мне еще учиться, учиться, я не знаю. Я учился всем, наверное, назад, и мне тоже никогда не поздно, и я уверен, что мой друг, Ладарский, тоже до сих пор учится. Самый интересный момент, Хохмар, до сих пор многие думают, что вот этот Ладарский, у него прищепка на зубу, он КТБ скрывался, он скрывает, что ему просто нос дымит. Есть две вещи, есть дефекты фильтрии, действительно, да? Ничего страшного, если этот дефект, дефекты речи, он утрируется. В конце 80-х годов первый диджей-мультимиллионер Шедру Стивенс, он заработал свой первый миллион, он делал себе пропил металл дубами. А? Да. Он говорил вот так, он стал мультимиллионером. Другое дело, что если ты ведешь серьезную аналитическую программу, наверное, лучше этого не делать. Но мы часто, когда мы говорим о дефектах речи, причем говорим об этом, находясь в Москве, мы включаем, вне зависимости от того, где мы родились, мы включаем, это очень важно, дорогие друзья, мы включаем Велик-Москву, т.е. шовинизм. Дело все в том, что я вас встречу в пятом поколении лет 15 назад, еще 20, вот, как только я слышу, вот, говор, все во мне предпринимают. Вот где-то только лет 5-7 назад во мне повернулось. Нормы русского языка сейчас, если мы хотим находиться в едином информационном поле со всеми, не существуют. Как только мы слышим коварь в Москве, коварь Дальнего Востока, и у нас, значит, поднимается сопротивление, Господи, как он говорит по-русски, все, можно забыть о взаимном понимании. Разумеется, очень часто преподаватели будут говорить, что существует вот норма русского языка, это глубоко уважаемый, к примеру, всеми Игорь Кириллов. Но дело все в том, что вот эта норма русского языка, кирилловского, на Дальнем Востоке будет восприниматься как московская норма. Точно так же, как, когда немцы слушают, как говорят на ЦДФ, они прекрасно понимают, что это берлинская норма произношения, и баварцы так не говорят. И они на этом не запаиваются вообще. То есть не надо... Вот мы не должны с вами путать, скорее, дефекты, дефекты битвы, вот, и ковы. Это большая-большая разница. Спасибо. Здравствуйте. Мы на Ковсиморской правде действительно тоже сталкиваемся с тем, что столкнулись с такой проблемой, что у нас в Холдинге во всех эфирах участвуют корреспонденты, которые имеют богатый опыт в газете. Как вы понимаете, газетный журналист, у него, как правило, очень-очень нехорошее произношение. То есть, нормально говорят в эфире, процентов, наверное, 10-20 максимум от наших журналистов. А у всех остальных есть какие-то проблемы. Мы долго думали, что же делать с этой ситуацией, и сошлись на том, что умный журналист в эфире с проблемами, то есть некоторыми произношениями, это лучше, чем хорошо говорящий диктор, но которое, к сожалению, не может донести до слушателя важную, нужную информацию так глубоко к теме, как хотелось бы. Но и опять же, допустим, у нас разговорная радость, очень много звонков в эфире, а вы представляете, как говорят слушатели, на общем форме. Это уже не важно. Ну вот, а взяли бы меня на работу, например, с такими... А мне, слава Богу, поизвозник сын. Да, и коли же мы сегодня заговорили о Ростове, друзья мои, вспомнили Касту, вспомнили Басту, вспомнили другие хип-хоп коллективы, давайте вспомним о том, что из Ростова еще и кеется Света. И есть очень красивые песни «Мы в машине у тебя целуемся». Как наше спеть? Ну, надо делать, как-то в школу все это везут. Итак, давайте. «Мы в машине у тебя целуемся». А кто дальше-то поет? Ничего, кстати, замолчал. В общем, довольно смешно. Кто-то думает, хватит, отдай мне графон. Друзья, спасибо. Я считаю, что на радио могут работать любые люди, главное все, право. Спасибо вам всем. Я помню, что шоу нас ждет во второй части мероприятия. Хотелось бы обратиться к вам, друзья. Я имею в виду журналистов «Петши». Надо потише. Добавляйте выступающим. Спасибо. На дворе 21-й лет. Вет-коммуникаторов. Тэп-топ, ай-падов, интернет, и все, казалось бы, информационно можно получить из Википедии. В связи с этим встает вопрос. А производительская функция СМИ нужна ли она? Об этом расскажет Аняна Сергеева. Приветствую всех собравчихся на этом замечательном мероприятии. И сейчас я хочу рассказать вам свой тезис. В наше время на российских радиостанциях ощущается нехватка культурно-позитивских радиопридач. В основном они существуют либо на каких-то отдельных радиостанциях, либо же составляют очень маленький процент всех обещаний от популярных радиостанций. Причина, на мой взгляд, кроется в том, что современное общество диктует свои условия, и люди вынуждены этим условиям подчиняться. Основная масса людей слушает радио дороги. А здесь приоритетными передачами являются погодные сводки, новости, музыкальные программы и информация о том, как и дороги. К тому же, конвенциализация средств массовой информации обострила проблему сохранения ценностей культуры и приобщения и самых шлороков масс людей. Также хочу отметить, что степень современных радиопередач иногда бывает неоднозначным и, я бы даже сказала, негативным. И именно поэтому важно, чтобы радиопередачи выполняли развивающую, обучающую, т.е. культурно-освязчивую. Хочу сказать, что в советский период примерно половина передач, всяких вещаний, были предупреждены. Сейчас же у нас здесь преобладают в основном музыкальные и развлекательные передачи. Все это у нас обычно инценируется тем, что существует спрос у народа, значит, есть предложения. Но исходя из этого, мы решили провести соцопрос, действительно ли люди хотят видеть на отечественном радио только развлекательные музыкальные радиопередачи. По результатам соцопроса выяснилось, что все категории граждан были оброшены, молодые люди от 25 лет, средний возраст от 30 до 40 лет и все, и все, и все, и все, и все, и все. Собственно, все категории граждан хотят, готовы и, можно сказать, даже жажду, слышать свой опыт на специфические радиопередачи. Но здесь перед нами встает совершенно другой вопрос. Вопрос это подача, радиопередачи. То есть для каждой группы должна быть определенная подача. То есть молодежь, она не способна задержать внимание на радиостанции более чем на 3-5 минут, если в эфире не происходит какого-то экшена, каких-то звуковых эффектов, если цепляет либо тело в передаче, либо ее подача, то тоже не происходит переключение. То есть, в принципе, молодежь, как выяснилось, очень трудно зацепить, но тем не менее, молодежь готова и жаждет слушать свою передач. Другое дело, что старшие поколения, они более лояльно относятся к боковым эффектам, к темам передач. И, в принципе, на нашей радиопередаче сейчас существует множество радиостанций, которые предоставляют старшему поколению эти самые передачи. То есть я хотела бы отметить здесь радиоконсанольская «Правда», «Радио Радонеж», потом «Интернет-радио-диалог», естественно, «Радиокультура» и «Народное радио». Все эти радиостанции предоставляют нам широкий спектр джетонно-риспетонских передач. Но очень мало людей заходит на лояльно этих радиостанций, потому что очень, наверное, большой процент, и, видимо, большая переполненность этими передачами, поэтому люди все-таки больше берут внимание на свои радиостанции. Но я пошла в голову, что все-таки именно эти радиостанции должны существовать культурно-раслетические передачи, потому что люди не всегда хотят развлекаться, и я считаю, что в данном случае все-таки предложение раздает спрос. Они не наоборот, как в деревьях они будут. Также по результатам футопоза я все-таки выявила передачу, которую, в принципе, молодежь может выявить как достойную хорошему вниманию. Это передача «Танки шоу» на банализе «Середанной дождь».